Лиля, Рома, Вика, Лера, а теперь еще и 9-летняя Андрюшка, который в семье Дубовых появился около месяца назад. Все произошло случайно. В тот день Наталья забирала своих девочек с дневного отделения социального центра «Радуга» и увидела в коридоре мальчика, с которым 4 года назад ее сын начинал заниматься в спортманеже и вместе пошел в первый класс. Меня аж прям, не знаю, затрясло просто. Вот тут родственница тетя усидела, я говорю, что у вас здесь? Вы тоже ходите? Думаю, в центре дневного пребывания, да? Да, она говорит, нет, там, ну, сказал, что с мамой там опять проблема. Дома пришла, спать не могу. Бессонная ночь закончилась решением во что бы то ни стало забрать Андрея из центра. Пока по программе «Теплый дом» на выходные и каникулы. Такая программа нужна или нет? Нужна кому? Ну, нужна, нужна детям, вот, нужна, как говорится, и нам, вот, как говорится. Есть же много любви в человеке, да, ее надо кому-то дать, тем особенно, кому необходимо. Жалко стало ребенка. Живите. Без родителей можно сказать. Когда вот мы взяли первый раз Андрея, мы ему рассказали, что любим ходить на горки. Он тоже захотел. Мы сходили с ним на большие горки, в наши сосенки. Ему понравилось, он еще хочет. Планов и мечтаний у Андрея много. Рома и Лилия поделились с нами, что он хочет и на горки еще сходить, и на каруселях покататься. Вот только сниматься и давать интервью мальчик категорически отказался. Не помог даже пример любимца семьи Пупсика, который с микрофоном на «ты». Зато, когда речь пошла о походе в домашний тир, Андрей готов был отстреляться первым. Аня Андрею съедала. Мам, где шапки? У семьи Дубовых одна мечта на всех, чтобы Андрей остался здесь насовсем. Мысль об опекунстве появилась сразу. Сейчас все в стадии получения официального согласия родственников мальчика. Проблемы не столько бумажные, сколько психологические. Слишком много доброжелателей, которые уверены, ребенка семья берет исключительно из-за денег. А это изрядно действует на нервы. Как будто он родной, я не знаю. Я не буду говорить. Да никто не поверит просто. В этой ситуации главное, чтобы верил сам ребенок. А еще сотрудники центра и чиновники, которые оформляют опеку. Это теплые люди, которые дарят своим детям, своей многочисленной семье. Но еще у них остается любовь для других ребятишек. Андрей, например, наш. Побольше бы таких людей в городе. Ангелика Вольф, Василий Обухов, Ленинск ТВ.